Идею становить ветерану-труженику тыла Ивану Кириченко почтовый ящик принадлежит работникам Полевской коммунальной. Сварщики, художники и дизайнеры решили таким образом поздравить героев Великой войны. Руководство компании этот порыв поддержало. Наши специалисты долго думали, что приготовить какой подарок ветеранам. Ну и возникла такая идея у наших сварщиков сделать металлический почтовый ящик под замком, красочный. И думаю, что ветерану этот подарок понравился. Над созданием этого почтового ящика работники ПКК трудились около недели. Затем совместно с отделом администрации Полевского был найден и адресат. А сегодня мы вручаем данный почтовый ящик Кириченко Ивану Ивановичу. В торжественной обстановке поздравляем его с Днем Победы. Вручаем вот такой вот небольшой сладкий подарок и ключик от почтового ящика. Иван Иванович – друженик тыла. Война застала его 13-летним мальчишкой. Его детство прошло на Полевском креолитовом заводе, где он работал помощником слесаря. И мы вот ребятишки, такие 13-летие, 12-летие, с таким рвением, с таким желанием хотели на фронт. И завидовали тем добровольцам, которые были, значит, в Полевском. Я помню прекрасно, улица Ленина была, она сейчас Ильича, она раньше была Ленина. И военкомат был, там сад был когда-то, и против сада, гор военкомат этот был. Города-то не было. Полевской город образовался в 43-м году. Это был район. И вот народ, до того он был воодушевлен, с таким рвением, с таким желанием хотели на фронт попасть. Боялись, что не достанется нам воевать. Ивану Кириченко война запомнилась великим чувством патриотизма. Практически каждый в то время мечтал попасть на фронт, стать защитником Родины. Реальность и ужас военных будней стали осознавать позже, когда пришли первые похоронки. А в семью Кириченко вернулся раненый и покалеченный брат отца. У него оборвало, ну не было пальцев вот этих всех. И Бог был изглавлен. И мы поняли, все поняли, что действительно война серьезная штука. И похоронки приходить начали. И люди переживали. Сегодняшнему подарку ветеран РАД признается, что не ожидал к себе такого внимания. Родного предприятия, леспромхоз, где прошла трудовая жизнь, уже нет. Нет и завода, где работал во время войны. Вместе с ветераном радуется подарку и супруга Ивана Кириченко Валентина Николаевна. Говорит, что с этого дня она спокойна за всю корреспонденцию. Газеты и счета, приходящие по почте, надежно укрыты от снега и дождя. Все под замком. Он доволен был очень. Он доволен, и я тоже довольна. Спасибо вам. Ну что я могу сказать. Редко такое бывает в жизни. Вот он сейчас рассказывает, что предприятие рухнуло. У нас тоже рухнуло. Лаборатория химическая работала. Тоже нет ничего. А тут такая почесть. Спасибо большое. Стоит отметить, что это не единственный подарок от Полевской коммунальной компании, который в этом году получают полевские ветераны. Накануне 9 мая коммунальщики устанавливают фронтовикам приборы учета. Участвуют в ремонте обелиска во славу флота России. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости Полевского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...